Пчелы и чудо-архитектура соты. Как известно, пчелы собирают мед в количестве гораздо больше, чем им необходимо, и хранят его в сотах. Всем хорошо известны соты, которые представляют собой шестиугольники. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему ячейки сотов пчел, скажем, не восьмиугольные или же не пятиугольные, а именно шестиугольные? Математики, искавшие ответ на этот вопрос, пришли к весьма интересному выводу. Шестиугольник – это самая идеальная геометрическая форма для максимального использования единицы площади. Шестиугольная ячейка вмещает максимальное количество меда, и в то же время для ее создания требуется минимальное количество воска. То есть пчела использует наиболее выгодную из всевозможных форм. Очень удивителен и метод, используемый в строительстве сот. Пчелы начинают строить соты одновременно с двух-трех разных точек и возводят их в два-три ряда. Таким образом, большой рой пчел, начиная с разных точек, делает шестиугольники одинаковых размеров, соединяет их в завершении работы, встречается в середине. Шестиугольники соединены настолько профессионально, что внешне невозможно увидеть следов воссоединения сот. Продленная пчелами эта необыкновенная работа вынуждает нас согласиться с существованием высшей воли, руководящей пчелами. Эволюционисты называют это инстинктом и таким образом приписывают эту особенность самим пчелам. Между тем, если есть стремление, являющее и объединяющее всех пчел, не подозревающих даже о существовании друг друга, то это и есть разум, господствующий над этими маленькими существами. Излагаясь с ней, Аллах, сотворивший этих маленьких живых существ, вдохновляет их на эту работу. Для людей же эта истина была сообщена в Коране еще 14 веков назад. Прошу защиты у Аллаха от сатаны гонимого камнями. «И внушил Господь твой пчеле, устраивая в горах дома и на деревьях, и в том, что они строят. Потом питайся всякими плодами и ходи по путям Господа твоего со смирением». Выходит из внутренности их питье разного цвета, в котором лечение для людей. Поистине, в этом знамение для людей, которые размышляют. «И внушил Господь» «И внушил Господь»